В скором времени центральный стадион города Аша будет не узнать. Начался второй этап реконструкции спорт-объекта. Первый этап завершили в прошлом году к Дню Независимости. Тогда заменили около двух тысяч мест на западных трибунах. По проекту второго этапа начались работы на южных, северных и восточных трибунах. Все они будут крытыми для комфортного пребывания зрителей в случае непогоды и защиты самих сидений от влаги и солнца. Строительно-монтажные работы завершатся в августе. Третий этап реконструкции включает обновление футбольного поля и беговых дорожек и приведение их в соответствие с международными стандартами. Футбольное поле не обновлялось с момента постройки стадиона. Вместо него будет построено гибридное поле с качественным покрытием. Кроме того, четыре стороны стадиона будут освещены. Этот стадион будет отвечать всем международным спортивным требованиям. Первоначальная площадь стадиона – пять с половиной гектаров. По каким-то причинам более гектара земли было передано в частные руки. За годы здесь возвели немало объектов. Сейчас все они подлежат сносу. По данным Управления муниципальной собственности города Аша. Разрешения на строительство указанных объектов нет. Ведется восстановление территории стадиона до первоначального состояния. С 2000-х по 2015 год участки были переданы в частные руки. Сейчас построено около 10 объектов, четыре из которых находятся под арестом. Ведется следствие. Владельцам имущества приписано добровольно снести постройки. А это ворота, ведущие к стадиону. Их тоже обновили. Теперь здесь с западной стороны флаг республики, выполненный мозаикой. Сам же центральный стадион города Ож был построен еще в 60-х и вмещал 12 тысяч человек. О том, что реконструировать стадион нужно, решение приняли лишь в прошлом году. Здесь будет заменено все от фасада до футбольного поля. И в скором времени центральный стадион будет открывать свои двери для международных соревнований. Надежда Усова, Миргуль Букошева, Нуркыс Абдрахманова, Аллато 24.